Парк победы на некоторое время погрузился в атмосферу повести Джека Лондона. Нарты, постромки и верные собаки, мчащиеся сквозь белое безмолвие. Бег в упряжке заложен у этих пушистых псов в крови. Они очень активные, подвижные и веселые. Правда, сначала их надо долго и терпеливо обучать. Именно поэтому хозяева гуляют со своими любимцами два раза в день и тренируются в районе школьного аэродрома, где много свободного пространства. Абсолютно изменилась жизнь, стала более активной, насыщенной, очень много интересных знакомств, походы в горы, собираемся на море. То есть очень весело и разнообразно. Очень важно, чтобы собаки слушали команды, когда надо повернуть налево, направо или остановиться. На обучение уходит много времени. Иногда они ленятся, потому что привыкли к роли домашних любимцев, а не ездовых собак. Хотя как только выпадает возможность промчаться по снегу в одной упряжке, бегут с большим удовольствием и развивают приличную скорость. Для торможения в нартах стандартно присутствует тормоз, это якорь. То есть в нартах большего размера, большей массы этот якорь, это как две больших пилы. То есть они тормозят, притормаживают движение. Желательно, конечно, еще страховаться, фиксировать петля на нарты, петля на руку. В холодных странах гонки на собаках самое привычное дело. Организовываются целые чемпионаты, например, на Аляске. В Украине популярен байк-джоринг, в котором собачья упряжка запрягается в велосипед. А еще хаски одним своим появлением способны поднять настроение окружающим. Дети с удовольствием фотографируются с пушистыми собаками и угощают их печеньем. Андрей Цыганко, Руслан Пейков, Первый городской.